Прощай Америка. Прожив пять лет за океаном, 17-летний подросток вернулся обратно в Россию. Бывший воспитанник детского дома оказался чужим среди американцев. Родители его выставили за дверь. Несколько месяцев Александр скитался по улицам и зарабатывал на билет в Россию. Теперь в Чебоксарах он носит двойное имя и восстанавливает по крупицам прошлую жизнь. Что не сложилось в приемной семье, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Из Чебоксар уехал Александр Обносов, на родину вернулся Джошуа Салотти. Теперь на руках у юноши два паспорта. Российский документ он получил неделю назад. Кроме фамилии, в память об американских родителях ему достался только фотоальбом. На этих снимках, казалось бы, счастливое семейство. Вот они вчетвером приехали на свадьбу родного сына Салотти. Саше он приходится сводным братом. Найти общий язык приемным детям удалось со всеми, кроме матери. На мальчиков она срывалась по любой мелочи. С отцом было все нормально так. Это просто мать вынуждала отца, ну, как-то перерасстраивала отца, чтобы он против нас был, чтобы все время на ее стороне. Иногда, вспоминает Саша, на приемных детей мать поднимала руку. Женщина наказывала мальчиков даже за неубранную постель. Трещина в их отношениях образовалась давно. Поначалу Джаки казалась детям милой и доброй. Из интерната Сашу и его друга Лешу увезли пять лет назад. Перед ребятами супруги рисовали довольно красивые перспективы. Чтобы вам помочь, отвечали. Чтобы у вас было образование, чтобы вас не посадили в тюрьму. Как нам говорили в России, дети, которые растут в интернате, или погибают, или попадают в тюрьму. Американские мечты разрушились в один миг. Саша устроился на работу. И чтобы лишний раз не нарываться на материнскую грубость, домой он старался приходить только вечером. Со сводным братом Лешей им приходилось подрабатывать, где придется, скитаться по улице. Ну, где попало, то в трейлерах, то в трубах. Был холодно, мы просто много вещей наденем, и не так же холодно. То, что внуку за океаном живется так плохо, бабушка не догадывалась. О своих проблемах он не рассказывал никому. Валентина Обносова воспитывала Сашу и раньше. В детский дом мальчика забрали, когда родного отца лишили родительских прав. Взять к себе юношу тогда и запретили. Ну, на самом деле, я болела. Я ничего не говорю. Я болела. А она мне сказала так. Нет, не нынче завтра с тобой что-то случится. Он куда один? Бабушка и вот эта сводная сестра написали заявление, что взять, к сожалению, ребенка не могут к себе в семью. И согласны, чтобы его усыновили посторонними гражданами. Состоялось судебное заседание, вынесено судебное решение, оно вступило в законную силу. И во исполнение этого судебного решения мальчики, я говорю, уехали в семью усыновителей. Жизнь подростка превратилась в сплошную бумажную волокиту. Необходимо собрать огромное количество документов. В ближайшее время он планирует восстановиться в Чебоксарской школе. В Америке до выпускного класса Саша не доучился всего год. То, что закончил 11 классов, здесь вообще не имеет никакого значения. Здесь придется мне сдавать ЕГЭ, чтобы получить 9 классов образования. Чужие берега Сашу больше не манят. К американским родителям он не хочет возвращаться. Юноша планирует найти работу и поступить в техникум на сварщика. Пока же в Чебоксарах им приходится жить на пенсию бабушке, для которой внук даже с фамилией Салоти остается родным. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Я не читал про вас, видите.